Каждый сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, должен иметь дом и семью. Об этом сегодня говорили на заседании коллеги областного комитета образования и науки. О том, сколько несовершеннолетних нашли дома и с какими сложностями сталкиваются специалисты в этом вопросе, в нашем следующем сюжете. Вопрос устройства детей-сирот в семью – один из ключевых для всей системы образования, говорили участники встречи. Так, в Волгоградской области к решению этой проблемы сегодня подключен целый комплекс профильных учреждений. Это вопрос, который сегодня решается серьезной системой учреждений, которые обеспечивают с одной стороны профилактику семейного неблагополучия этой органы опеки и учреждения, которые работают с детьми, оставшимися без попечения родителей. Это, с другой стороны, очень важная работа, направленная на подготовку приемных родителей. Более 500 сирот уже нашли своих опекунов в нынешнем году. 30 ребят вернулись к своим родителям. Кстати, лидерами по устройству несовершеннолетних стали Алексеевский, Иланский, Жирновский, Кумылжинский, Городищинский, Котовский районы. А вот низкие показатели в этом направлении у Нехаева, Илла, Влефролова и Камышина. Понятно, что охотнее приемные родители берут детей грудного и младшего возраста. Ребят постарше, а также тех, кто имеет серьезное заболевание, специалисты относят к так называемой группе риска. Им сложнее подыскать новую семью. Таких детей в регионе насчитывается сейчас 928 человек. Из них более половины, это 55,8%, это дети в возрасте от 14 до 18 лет. Их семейное устройство, конечно же, затруднено. Кроме того, 221 ребенок имеет инвалидность и 167 деток имеют ограниченные возможности здоровья, то есть имеют нарушение речи, задержку развития, умственную отсталость. Ну, семейное устройство затруднено, тем не менее, мы предпринимаем все меры для того, чтобы дети обрели семью. Сейчас в регионе насчитывается 8,5 тысяч ребят, которые в силу разных причин лишились родительских внимания и заботы. Это почти 2% от числа всех несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».